Облегчить труд под силу Титану. Устал на грядках, нет сил. А сосед счастлив, ведь на него работает Титан. Опять матч пропущу, посмотреть негде. А сосед довольный, у него телевизор от Титана. Бери пример соседа. Для всех и каждого компания Титан. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. В пижанке электромонтер во время ремонтных работ упал с 5-метровой высоты вместе с опорным столбом. Мужчина получил многочисленные переломы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Все подробности в рубрике «Сводка». Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения электромонтера с 5-метровой высоты. Инцидент произошел 27 мая в пижанке. Электромонтер-линейщик компания «Ресур-энергокомплект» проводил работы по замене и ремонту линии электропередач. Мужчина нарушил технику безопасности, работал без средств защиты. Он поднялся на бетонную опору, демонтировал перекидку оптоволокна, из-за чего столб наклонился и упал на землю. Рабочий был прикреплен к опоре поясом и упал вместе с ней. Мужчина получил многочисленные переломы. По версии следствия, руководство «Ресур-энергокомплект» не проконтролировало работы и соблюдение техники безопасности рабочими. Расследование уголовного дела продолжается. Экс-директор железнодорожного техникума предстанет перед судом. В следственном комитете завершили расследование уголовного дела Валерия Дегтярева, которого обвиняют в получении взятки и присвоении средств учреждения. Напомним, Валерия Дегтярева сотрудники ФСБ поймали с поличным в декабре прошлого года. Его задержали прямо в столовой техникума. В автомобиле при обыске нашли дорогостоящую технику. Как оказалось, Дегтярев предпочитает «Эппл» и брал взятки гаджетами. «На детском пассажирском сидении удерживающем устройстве пакет. Айпад, подпро. Часы, да? Часы, да. Смарт-часы. Еще одна коробка такая же вот. Тоже смарт-часы. Ручка или что-то такое». Взятку в виде планшета и электронных часов на сумму свыше 190 тысяч рублей Дегтярев потребовал от предпринимательницы за заключение договора на организацию питания в техникуме. Также установлено, что бывший директор, используя свое должностное положение, присвоил купленный для техникума электроинструмент на сумму более 120 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Житель Кировочепецка спас детей из горящей квартиры. Пожар произошел в доме на улице Первомайской. В квартире в этот момент были двое детей без взрослых. Пока пожарные ехали на вызов прохожий, Иван Тимшин бросился на помощь, определил квартиру и услышал детский голос. Мальчик открыл дверь и сказал, что в ванной находится его младшая сестра. В этот момент квартира уже была задымлена. Молодой человек вынес девочку, завернув в одеяло и вывел мальчика. Вскоре к дому подъехали пожарные и скорая помощь. С работы прибежала мама детей. Сотрудникам МЧС не сразу удалось найти героя. К поискам подключились также администрация города и местные СМИ. Ивану Тимшину объявили благодарность. Решается вопрос о его поощрении. Волонтеры и полиция разыскивают жительницу Яранского района, 83-летнюю Ельфиду Грязеву. 4 июня пенсионерку увидели в последний раз. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Если вы знаете, где может находиться пропавшая женщина, сообщите по телефону на экране. Алина Котрихова, Место происшествия.